Бронза Юрловый Перт, спокойствие старых и поражение Мяки Ренин, итоги женского спринта на этапе КМФ в Хохфельсене. 13 декабря 2018 года, 20 часов ровно Сергей Стариков, итальянка Доротея Виллер одержала победу в женском спринте на этапе Кубка Мира в Хохфельсене на 0,6 секунды, опередив финку Кайсу Мяки Ренин. Бронза досталась Екатерине Юрловой Перт, которая принесла женской сборной России первую медаль за два года. Обвиняемая в нарушении антидопинговых правил Ирина Старых не допустила ни одного промаха и заняла девятую строчку. Старт второго этапа Кубка Мира по биатлону в австрийском Хохфельсене был омрачен событиями, которые произошли со сборной России. За день до начала соревнований в расположение национальной команды наведались представители местной полиции, которые предъявили обвинения в допинговых махинациях некоторым спортсменам и работникам коллектива. Тяжелее всего пришлось Ирине Старых, которая менее чем через 24 часа предстояло выступить в спринтерской гонке. Также по теме. Спустя два года, Юрлова-Перт выиграла бронзу в спринте на втором этапе Кубка Мира по биатлону в Хохфельсене. В Хохфельсене стартовал второй этап Кубка Мира по биатлону. Екатерина Юрлова-Перт заняла третье место в спринтерской гонке, выиграв, несмотря на стресс, и Старых и другие российские спортсменки выступили в Австрии более чем достойно. Сама Ирина продемонстрировала невероятное спокойствие и силу воли, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Кроме того, она весьма неплохо шла по дистанции, что позволило ей занять девятое место по итогам забега. После гонки россиянка призналась, что старалась не обращать внимания на обвинения и сосредоточиться на спортивном аспекте. После вчерашнего вечера просто вышла и сделала свою работу, многое уже пережила в жизни, поэтому меня ничем не убьешь. Просто настраивалась на стрельбу, понимала, что после поклюки будет тяжело. Сейчас не так легко, как ожидала, призналась спортсменка в эфире Матч ТВ. Она также отметила, что успешно провести гонку ей помог солидный опыт выступлений на трассе в Хохфельсене. Я здесь в четвертый раз. Для меня тут все не ново, знаю, как работать. Тяжелая рельефная трасса, с равниной и подъемом. Надо было равномерно распределять силы, добавила старых. Главной сенсацией стало выступление Екатерины Юрловой-Перт. Одна из самых опытных российских спортсменок не только не допустила ни одного промаха, но и смогла продемонстрировать неплохую скорость. Вместе эти составляющие позволили ей завоевать бронзовую медаль. Для женской команды страны эта награда стала первой за два года. В предыдущем сезоне россиянки ни разу не попадали на пьедестал почета, а последняя медаль была завоевана в декабре 2016 года на этапе Кубка мира в чешском нове место. Тогда Татьяна Акимова стала обладательницей бронзы в гонке преследования. Это непередаваемые ощущения. Я очень рада. Не знаю, что изменилось после Поклюки. Наверное, в начале сезона большие ожидания мешали грамотно работать, а ближе к концу этапа немного отпустила себя. Пассьют показал, что все идет по плану, он сказал Юрлова-Перт. Она отметила, что в настоящее время внутри коллектива царит отличная атмосфера. Очень рада, что сейчас у нас такая слаженная, отличная команда. Все мотивированы, заряжены на борьбу, все друг друга поддерживают. Я считаю, что это прекрасно. Этот психологический настрой хочется держать на протяжении всего сезона, сказала биатлонистка. Ее соотечественница Валерия Васнецова также может записать себе в актив выступления в спринтерской гонке. 20-летняя спортсменка блестяще отработала на огневом рубеже, не допустив ни одного промаха, но на дистанции была не так убедительна. В итоге она отстала от лидера на 1 минуту 7,7 секунды и заняла 18 место. Также в Пассьют квалифицировалась Евгения Павлова, которая с одним промахом стала 31-й. А Маргарита Васильева и Ульяна Кайшова пропустят второй забег на соревнованиях в Хохфельцине. На двоих россиянки допустили семь промахов и оказались за пределами 60 сильнейших. Выступление российских спортсменов отметил президент Союза биатлонистов России, СБР, Владимир Драчев. По его словам, бронзовая медаль «Юрловый перд» является отличным результатом. Также по теме. Моральный вред уже нанесен, как в России отреагировали на обвинения в адрес сборной по биатлону привлечения полиции Австрии к расследованию предполагаемых нарушений антидопинговых правил со стороны сборной России по биатлону стало. Огромное спасибо всей команде. Девочки великолепно прошли. К сожалению, чуть-чуть не хватило Васильевой и Кайшевой. Но мы надеемся на них. Ирине Старых наша поддержка Катя Юрловой тоже. Молодая Васнецова, просто умница. Мы на нее все деньги поставили, очень надеемся на нее на следующей Олимпиаде. Это наша будущая звезда, цитирует Драчева чемпионат. При этом он отметил, что российским спортсменкам удалось справиться со стрессом, вызванным ситуацией с расследованием. Очень переживали, как девочки смогут отреагировать на всю эту ситуацию. Но нас бьют, а мы крепчаем. Такой у нас сегодня день, заключил Драчев. Значимым событием гонки стала первая победа Доротея Вирер в сезоне. На соревнованиях в Поклюке она дважды оказывалась за спиной Кайсы Мяки Ленин, но в этот раз смогла нанести финке поражение. Спортсменки не идеально справились со стрельбой и допустили по одному промаху, но итальянка сенсационно превзошла свою соперницу по скорости. Как итог, 0,6 секунды преимущества и первый номер на старте субботнего пассюта.